Всем хай народ, вы на канале Skytop Games. Сегодня для вас краткий новостной влог The Isle of Rima. Собственно ничего скорее всего нового вы не услышите, тут всего лишь разговор про очередные обещания Донди по поводу обновления. Осталось два дня до конца мая, комьюнити негодует, ведь обещанного Диаблика до сих пор нет. Если идти всем датам майских обновлений за три года, они выходили приблизительно в середине июня, а все тесты начинались в начале мая. Сейчас закрытые стресс-тесты удалены, нам обещали публичные хор-тесты и их просто нет. Разработчики после первомайского девлога просто замолчали, не дают никаких ответов. За это время всего лишь выпустили пару патчей с фиксами серверов, которые они уже по-моему по десятому разу фиксят, и фиксами ботов, которые так до сих пор и втыкаются в деревья, застреют в камнях, либо проваливаются под землю. Донди, кстати, как мне кажется, даже в дискуссии в последнее время не появлялся в дискорде, а перевалил все на плечи Амарока и Панч Пакета. Вот короче порция очередных обещаний, правда или нет, хор-тесты с Диабло Царатопсом все-таки ожидает нас до конца месяца, что скорее всего произойдет 31 числа с выходом девлога. Хор-тесты также должны принести нам систему мутаций. Диабло Царатопс и плюс мутации, интересно, окей. Если этого не случится, просьба в меня тапки не кидать, а лучше мы устроим небольшой бунт, но об этом в конце видео. Что еще обещают, но это уже в далеком будущем. Новые динозавры, как я говорил, 60+. Какие существа нас ждут, я говорил в одном из роликов. Можешь поискать в плейлистах и в Рима новости, либо в нашем дискорде найти инфу. Никаких Индорапторов и других вымышленных и фантастических динозавров в игре не будет, увы. Траодону и Дилофозавру изменят ночное зрение и сделают его особенным на острове. Именно у этих двух существ. Систему могут показать позже. Ну что же, сразу нельзя было сделать. Теперь зрение по десятому разу будут крутить, видимо. Меня опять спрашивали про удаление Легаси. В общем, смотри и запоминай. Легаси сразу из Тима не удалится. Сначала Эврима станет основной в Стиме. Легаси станет дополнительной веткой, как сейчас Эврима. Сменится описание, дизайн, шапка игры. Далее, когда игра пройдет хотя бы больше половины пути к выходу финального релиза, так сказать, игроки получат предупреждение. И только после этого Легаси исчезнет. Ну, короче, у вас еще миллион лет впереди. Насладиться старой веткой. А, может быть, потом вообще передумают ее удалять. Под конец, что насчет бунта? Собственно, если вдруг нас обманут, 31 числа не будет Диабло, выйдет опять сырой Девлог. Не будет хортестов. По совету моего друга Тактика Геймс я предлагаю, если вам не безразлично развитие Эвримы, идти всей толпой и от каждого написать фидбэки Дискорда о том, что разработчики занимаются херней, честно. Ладно, так писать не надо. Мы будем писать очевидную проблему. Самое главное, чтобы подключился каждый. Гадости писать не стоит. Донди не любит правду, и бан будет моментальным, перманентным. Если вдруг кто-то не знает, что нужно будет писать, подскажу в Дискорде, расскажу. Я сделал там рубрику. Можете там поболтать. Да, и кстати, многие собираются идти писать отзывы в Стиме, я слышал, ребят, скажу вам так, что это вообще, мне кажется, недействительный метод, хотя, может быть, я ошибаюсь. Так что передайте друзьям, если смотрят другие русские стримеры, либо вы их смотрите, подключайтесь к бунту. Хуже не сделаем, лучше, скорее всего, тоже. Ну, наверное, нас и даже не заметят. Палец вверх, подписка на канал, жми колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok